Стороны улицы Кольской и Сипаиловской вырублен участок Кошкиного леса под строительство ЖК. Насколько законно это мероприятие? И неужели Кошкин лес не защищен государством? Ну, Кошкин лес, насколько я знаю, он попадал в категорию городских лесов. Пытались с ним работать вот эта компания, значит, Садовое кольцо, которое было призвано спасти ситуацию с объектами госстроя. Потом Садовое кольцо ушло. Сейчас Мавлиев, вот этот наш новый мэр, раздает направо и налево вот эти вот участки, невзирая на то, что там территория городских лесов, они их переводят в другие категории, легко одним розчерком пера, и все, и раздают их под застройку. У него там куча нефтекамской друзей сейчас занимает посты внутри мэрии. То есть у нас мэрия Уфы, это по сути мэрия нефтекамская, и вся эта братва голодная, деревенская, диковатая. Сейчас рвет Уфу на части, значит, продает леса и прочее, прочее. Люди не понимают одной интересной вещи. Вот когда рядом с ними начинают так вплотную выстраивать вот эти вот жилые комплексы, пристраивая к их жилью, и когда там все начинает задыхаться и умирать вокруг, они не понимают, например, что тупо дешевеет их жилье. Вот в этом вопросе. Они не выступают против, они не задают вопросов. А их собственное жилье начинает дешеветь, потому что эти все районы превращаются в гетто. То есть, ну вот, те, кто руководят Уфой, вообще не понимают, что они делают. Вот у меня такое ощущение. У нас нет генплана города, у нас нет какого-то стратегического мышления и планирования в этой области. Так что, ну, я в ужасе, на самом деле. То есть, Уфа и так не была передовым городом по части урбанистики, а сейчас она превращается в какую-то дикую дикость вообще. Под руководством вот этих вот темных сельских начальников. Ну, других у нас для вас нет, так выяснилось. Продолжение следует...